Шейх Абдурахман Ас-Саады сказал, «Ношение кольца, шнурка, амулета или тому подобного с целью избавления от случившейся беды или ее предотвращения является многобожиим в отношении господства Аллаха, единственного Творца и Управителя, поскольку ему приписывается соучастник сотворений и управлений делами. Одновременно это является и многобожиим в поклонении, поскольку умеет место обожествления не Аллаха. Упование на этот объект обожествления сердцем и надежда на то, что он принесет пользу, является многобожиим. Всевышний Аллах сказал, «Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от Него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею, кого пожелает из своих рабов. Он прощающий, милосердный. Пророк, да благословит Его Аллах и приветствует, сказал, «Кто повесил на себя амулет, тот совершил ширк». Амулетами именуется все, что носит множество людей на шее в виде шнурков, бусин, талисманов и тому подобного. Также к этому относится ношение кольца или чего-либо, на что человек уповает и полагает, что это защищает его от сглаза и всего плохого. Особенно часто такое вешают на шею детям, дабы уберечь их от сглаза. Вешание на себя амулетов, талисманов, всяких веревок и бусин, а также ношение дуа, завернутое в кожаный чехол и рисование точки на лбу у детей с целью защиты их от чего-либо дурного является большим грехом, поскольку создание подобных причин для защиты от беды не узаконено ни Кораном, ни Сунной. Если человек делает подобной причиной, но уповает при этом на Аллаха, то это является малым многобожиим. Но если совершающий, упомянутый, убежден в том, что эти вещи сами по себе избавляют от беды или предотвращают ее, то он впадает в большое неверие. Продолжение следует...